МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Две недели осталось до открытия детского сада в жилом комплексе «Живописный». Это наш крайний объект в этом году. Это небольшой детский сад на 130 мест. Формат выездной администрации – востребованный вариант диалога с жителями. Нам дорог каждый врач, каждый медицинский работник, каждая медсестра. Этнографический диктант провели в ВИДНОВской школе номер 10. В этом диктанте я увидел некую интересную для меня тему, новый этнический диктант. Это что-то очень необычное. Глава Ленинского округа посетил жилой комплекс «Живописный», которая возводится недалеко от деревни Жапкино. Скоро здесь откроется детский сад. Алексей Спасский проверил уровень готовности учреждения к началу работы. Чуть больше двух недель осталось до открытия нового дошкольного учреждения. Его руководитель, директор Лопатинской школы Инга Фархатова, рассказывает главе городского округа о том, что еще предстоит сделать в столь короткие сроки. Мы вчера были здесь, да, посмотрели все, что сделано. Это, ну, 136 групп. В принципе, мебель уже завезена. У нас до поставки должна быть. Это касается мягких матрасов, всяких мелочей. Игрушек. Да, игрушек. Сад, расположенный в ЖК «Живописный», в возводимом неподалеку от деревни Жапкино, рассчитан на размещение 130 детей. Поскольку он будет входить в структурное подразделение Лопатинской школы, посещать его смогут и ребята из жилых комплексов «Государев дом» и «Видный город». Уже 58 родителей подали заявки. Это детишки от 2 до 7 лет. И в основном это будут жители Государева дома, поскольку пока здесь еще живописный не заселен. Ну и, конечно, мы думаем, что в ближайшем будущем еще будут желающие вот в этот прекрасный новый сад все-таки привезти своих детей. Общая площадь детского сада – полторы тысячи квадратных метров. Даже беглый осмотр показывает, что заведение практически готово к работе. Помимо групп и кабинетов, гости посетили и пищеблок, оснащенный самым современным оборудованием. Елена Ивановна Чехну из Роспотребнадзора приезжала, то есть посмотрела набор помещений по точности, все ее устроила. То есть такой вариант тоже возможен, но он не противоречит действующему законодательству. Дети будут обеспечены питанием. В нынешнем году это уже девятый детский сад, построенный на территории Ленинского городского округа. Таким образом, свыше трех тысяч малышей получили места в дошкольных учреждениях. Это наш крайний объект в этом году. Это небольшой детский сад на 130 мест, построенный на институционные деньги. В общем-то, мы к концам этого месяца планируем запустить его в работу. В настоящее время, последние годы, паритет между водом жилья и социальных объектов абсолютно выдержан. У нас есть две-три, может быть, проблемные точки, которые нужно подтягивать. Мы их понимаем, и, наверное, год-два они тоже выровнятся. Действительно, для руководства округа возведение социальных объектов – один из главных приоритетов в работе застройщиками. И на следующий год будут введены в эксплуатацию еще несколько детских садов. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Формат выездной администрации – довольно востребованный вариант диалога с жителями. Такой прием прошел во врачебной амбулатории Южное поселка Дрожино. Подробности у Юлии Стаферовой. Заместитель главы администрации Татьяна Квасникова вместе с начальником территориального отдела Бутовский Сабиной Кучемко встретились с персоналом врачебной амбулатории Южное, который находится в рабочем поселке Дрожино. Мероприятие прошло в рамках проекта «Выездная администрация». Татьяна Юрьевна и Сабина Сафаровна ответили на вопросы, которые касаются здравоохранения. Кроме того, уделили внимание зарплате всех работников поликлиники. Встреча прошла на положительном, то есть на вопросы отвечали корректно, записали для себя. Такое общение руководства муниципалитета с гражданами – одно из приоритетных направлений работы. Оно помогает эффективно решать проблемы. Все обращения персонала медучреждения взяты на контроль. Мы работаем и на самом деле за всех сил стараемся. Поэтому я, в общем-то, и сегодня вот здесь с вами, только для того, чтобы вы увидели и понимали. Очень дорожит вами администрация. На самом деле мы вас очень любим. И если у вас есть личные пожелания, какие-то с чем-то несогласия, все принимается, будем стараться устранить, поправить и сделать. Нам дорог каждый врач, каждый медицинский работник, каждая медсестра. Сотрудники медицинского учреждения остались довольны встречей. Конечно, выражаем огромную благодарность администрации и отдельно Ленинскому городскому округу за то, что они все-таки помогают нам в решении наших вопросов, всегда отзываются на наши проблемы. Большое спасибо. Также в администрации округа Татьяна Квасникова курирует вопросы социального блока – образование, спорт, молодежную политику и культуру. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной библиотеке прошла межнациональная конференция для молодежи Ленинского городского округа. Россия огромна, и на ее территории проживает множество разных народов, больших и малых. От Дальнего Востока до Южных гор. Диалог культур – основа будущего. Таков девиз этого мероприятия. Оно призвано напомнить всем, только слыша и уважая друг друга, можно построить по-настоящему сильную страну в многонациональном и многоконфессиональном современном обществе. Проводится конференция впервые под эгидой Торгово-промышленной палаты Ленинского округа. Мы решили провести межнациональную конференцию, в которой рассказать о том, насколько важно уважать друг друга, насколько важна толерантность вне зависимости от национальности. И что учиться, узнать о традициях каждого – это очень важно. В зале библиотеки учащийся школ, студенты колледжей и вузов. Ребята, среди которых представители более десяти национальностей, рассказали о своих народах, традициях, культуре. Мария Багрова несколько дней потратила на подготовку увлекательного материала России и ее дружном народе. У меня очень много друзей других национальностей. Тогда входят армяне, айзельбайджанцы, украинцы, немцы, всякие разные есть. И как бы кто ни говорил, мне кажется, развивать тему праздника Дня народного единства полезно, чтобы наше общество становилось толерантством, уходила борьба между народами. В планах Торгово-промышленной палаты проводить молодежные конференции на постоянной основе. Народов много, страна одна. Под таким лозунгом в Виновской школе номер 10 прошел этнографический диктант при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей. Этнодиктант проводится с целью познакомить его участников с культурой, проживающих в стране народов, оценить общий уровень их грамотности, а главное – напомнить о важности добрососедских отношений. Люди между собой не должны конфликтовать, должны изучать свои корни, историю своего народа. И поэтому сегодня вот эту информацию дети могут предоставить, написав этот диктант. Составленные задания не из легких, а время ограничено. За 45 минут участникам необходимо ответить на 30 вопросов. 20 из них общие, а 10 уникальны для каждого региона России. Тест составлен так, что часть вопросов посвящена именно истории субъекта, то есть такие региональные вопросы. Как раз вот эти вопросы, они ближе, понятнее для школьников, потому что у нас в школах присутствуют элементы краеведения, и ребята знакомятся с историей Подмосковья. В написании диктанта приняло участие 30 человек – старшеклассников видновской школы номер 10. Мы с удовольствием принимаем и организуем площадку для проведения диктантов. В нашей школе были все виды диктантов. Мы начали с тотального диктанта, где проверяем знания детей на грамотность русского языка. Мы проводим географический диктант, диктант Победы, приуроченный к Дню Победы. Как отмечают сами ученики, им было интересно принять участие в проекте, и теперь они с нетерпением ждут результатов. В этом диктанте я увидел некую интересную для меня тему, новый этнический диктант. Это что-то еще необычное. У меня никогда не было такого в жизни опыта, и я решил попробовать это вот что-то новое. Правильные ответы будут опубликованы на официальном сайте этнографического диктанта до 13 ноября. Инга Инчук, Сергей Ларин, Кульнара Балаева, Видное ТВ. На железнодорожной станции Бица прошел профилактический рейд. Поводом для мероприятия, в котором приняли участие сотрудники администрации округа, полиции и областной пассажирской инспекции, стал трагический случай. Профилактические рейды проводятся на железнодорожных станциях округа регулярно. Однако трагедии все равно случаются. 1 ноября в 5.30 часов у нас произошел смертельный случай. Мужчина переходил пути и не убедился в том, что нету поезда. И в связи с этим произошла трагедия. И в связи с этим проводим профилактический рейд совместно с полицией, с административной пассажирской инспекцией и РЖД. Пассажиропоток на платформе Бица Курского направления достаточно большой. Станция расположена в близком Каду и рядом находится автовокзал. Жители Подмосковья часто используют остановочный пункт для пересадки на другой общественный транспорт. На данной станции есть переход, оборудованный со световой и звуковой сигнализацией. Он находится в другой части платформы. Здесь, как вы видите, только настил есть. И люди ничем не предупреждены о том, что едет поезд. Хотим с РЖД проработать вопрос и с Министерством транспорта, дорожной инфраструктуры Московской области, чтобы здесь установили сигнализацию и светофор. Со стороны администрации Ленинского городского округа будет подан запрос в Министерство транспорта, а также в РЖД о установке светошумовой сигнализации на данном санкционированном переходе, для того, чтобы людям было нагляднее видно, что поезд приближается, так как станция находится на повороте. Местный житель Павел каждый день пользуется этой платформой для поездок на работу. Рассказывает, чтобы пройти через железнодорожные пути, пассажиры чаще всего используют именно нерегулируемый переход, в основном, чтобы сэкономить время. Если один поезд здесь стоит, я знаю, что точно тот оттуда не пойдет. Я как бы быстро просто перебегаю, потому что мне здесь удобнее, и как бы это все побыстрее получается. А так пользуюсь каждый день туда-обратно. Во время мероприятия участники рейда проводили с пассажирами профилактические беседы, напоминали о соблюдении правил безопасности и раздавали информационные листовки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова